Итак, всем привет, с вами Доскос, я рад приветствовать вас в новом русском цикле, посвященном прохождению Just Cause 2. Наконец-таки добрались, многие просили, больше года или даже двух, и все-таки мы ее пройдем. Я думаю, что объяснять, что из-за игра не имеет смысла, потому что все наверняка и так все прекрасно знают и проходили, либо просто играли. В первую очередь хочу поблагодарить товарища под ником, точнее не под ником, а под тем, как он записан в ВКонтакте, Джонни Волков, за то, что подарил мне лицензионную копию в Стиме, а DLC-шки я уже купил сам на распродаже, не помню, либо когда была скидка. Ну что ж, давайте просто приступим. Да, нормальный. Погнали. Я думаю, что это будет интересный цикл. Республика Панау, Юго-Восточная Азия. Мы на месте. Острова Панау. Главный секрет Юго-Восточной Азии. Это территория управления, верно? Дружественная США? Больше нет. И именно поэтому мы здесь. Кто-то, кто не танцует под дудку дяди Сэма? Старый президент был убит. Новым президентом. Пандаком Панаем. С собственным сыном. И он не отвечает на звонки. Похоже, он не особо общительный. Именно. Он собирается устранить всю оппозицию. Шелдон пытался выяснить, каковы его планы, когда пропал. Ну и что? Он и раньше уходил с радаров. Тут другой случай. Есть подозрение, что он нас предал. А ему-то что с этого? Без понятия, Рико. Но если он нас сдал, его нужно ликвидировать. Окей. Это будет тяжело. Шелдон учил меня всему, что я знаю. Именно поэтому прислали тебя. Ты знаешь, как он. С этим не поспорю. Именно поэтому мне все сказали в вертолете. И первый раз показали фотку жертвы именно в вертолете. Я же, блин, профессионал. Могли бы вообще ничего не объяснять. Я вообще всех убил бы в этой республике нафиг. Меньше проблем было бы. Если они попадут не все руки, Вышингтон не будет ловаться. Местное население злится. Кто-то здесь нас не любит. Да ладно. Я узнаю зенитку. Это мы их импроверим. Держитесь позади. Правильно нахер ловить негра. Бабу надо ловить, негра не нужно. Негр должен сдохнуть первым. Отличное начало. Прекрасное, логическое. Супер шпионское. Завязка. На уровне Джеймса Бонда или Metal Gear Solid. Вот это я понимаю, конечно. Просто показали фотку жертвы уже в вертолете. А если бы нас обстреливать раньше начали? Я бы вообще не увидел никаких фоток и не услышал бы никаких объяснений. Я в этом практически уверен. Так, негр. Ты же... Погоди. Ты вылетел из вертолета живым. У тебя слабое сердце или почему ты сдох в полете? Чёртовых карты памяти разлетелись. Господи. Что здесь происходит? Или может быть у него там за щекой пилюль с цианидом была? Нет? Ну, судя по подсказке, самое время открыть парашют. Ну что ж, мы приближаемся к месту действия. Никогда не любил вступительную часть этой игры. Сначала это небольшой коридор, по которому мы должны пройти и получить оружие, главное. Вот в чём прикол-то. У нас оружия даже нет. Не положено, извините. То есть, это вроде как открытое вторжение на вертолёте. Но вроде как я под прикрытием, потому что я без оружия. Если бы у меня было оружие, я понятное дело, зачем мы на вертолёте. А если... А я, в общем, ничего не понимаю. Забейте. Осталось пять карт памяти. Все они содержат компромат. Так что шевели ногами, если не хочешь, чтобы местные добрались до них раньше тебя. Нахрена вы компромат в вертолёте везли, который могли сбить в любой момент? И, в принципе, это сделали практически. Или почему компромат был у негра, который я вроде как бы просто был чуваком, который должен был сидеть на пулемёте и просто отстреливаться. И вообще был ни при чём. Почему у него весь компромат был? Дали бы мне весь компромат. Я бы сам вместе с ним бы выпрыгнул из вертолёта. Так или иначе, у нас ночь. Это не рассвет, это закат. Поэтому будет темнее, но я надеюсь, что... Из-за темноты вы ничего не пропустите. Ладно, что ж. Супер-мега-движок Avalanche, который, к сожалению, использовался только в Jasko's. Jasko's 2 и The Hunter, который вообще никакой популярности не возымел. Простой симулятор охотника. Правда, красивый. Красивый. Но он, конечно... Проникни на базу при помощи крюка-корни. ...неправильно был продвинут, потому что являлся платной онлайн-игрой. Здесь была однопользовательская игра. Так кто будет за симулятор охоты платить... ...в ежемесячную подписку. Поэтому он... ...конул в лету. Из-за недостатка раскрутки и хреновой бизнес-модели. Ну, а Jasko's-то нам, конечно, всем запомнились. Но и этот движок, к сожалению, насколько я помню, практически нигде не было больше использования, если вообще был где-то использован, кроме этих двух игр и этого The Hunter. Ну, а так, движок. Слушайте, если вы не видели эту игру и красот этой игры, то, пожалуй, объяснять вам нечего. А если видели, то тем более нечего объяснять. В общем-то, мы на той горной базе, откуда по вертолету был открыт огонь. Сейчас мы должны добыть компромат. Вместе с компроматом заодно добыть и оружие. У нас есть Кошка Крюк, который называется Кошкой, да? И пока с помощью него мы, в общем-то, и будем экзекуцировать всех виновных в смерти негра. Именно за него мы будем мстить всю игру с особой жестокостью. Но это, конечно, не так, в принципе. Цель нашего нахождения это мысль остро, и вы прекрасно услышали. В момент сцены в вертолете. Но я буду мстить за убитого негра. Вот так вот. У меня свои планы. Такс. Так у меня есть оружие? Нет, это оружие в сундуке. Тем не менее, если говорить про движок дальше, то могу сказать, что это один из лучших движков, на мой взгляд, за историю игровой индустрии. Он прекрасно справляется с задачами по выдаванию сногсшибательных картинок. Даже сейчас графика в игре может похвастаться перед современными ее конкурентами. Ну, конкурент может, например, взять тот же GTA V. По крайней мере, на приставке GTA V выглядит как кусок говна. Про АПК пока ничего не могу сказать, и бы не вышло. Но факт есть факт. Кто по мне стреляет? Кто там такой наглый? Я, к сожалению, ни черта не вижу, в отличие от того чувака, который по мне стреляет, только что сказал, что меня видит. Забавно я его убил только что. Ты умер или как? Давай, переваливайся через этот гребаный парапет. Ну, я не знаю, они решили сами умереть, хотя я мог просто взорвать. Эти вот красные, точнее, не красные, объекты с пометкой в виде герба республики можно взрывать. Мы будем получать дополнительные очки. Также часть оружия мы можем модернизировать. Наши пушки и, по-моему, транспорт, если мы найдем части... Ну, еще детали там. Еще один вид деталей присутствует. Кто там такой наглый, а? Кто-то, по-моему, нарывается в открытие. Ну, естественно, пользуясь положением, сейчас попробуем все забрать с этой нитки безнаказанно абсолютно. Не помню, дают нам что-нибудь за уничтожение антенн. Ну, по крайней мере, очки за хаос нам точно дают. Мне достаточно это знать. Чтоб продолжать рубить все вокруг. Да, антенны тоже принадлежат военным силам. Поэтому... Так, зенитную установку точно срубать надо. То есть не с этой зенитной установки нас обстреливают, а именно с автоматических ракетных систем. А, вон там, по-моему, она была. Там, по-моему, еще одна. Да. А, это радар. Мы уже получили ачивку. Ну, одну ачивку я получил, когда тестил игру. За то, что бочку зацепил крюком. Так, у нас тут проблем со здоровьем. Наклевываются. Нет. Походу, нет. Такс. Окей. Так хочется сигануть, но нельзя. Миссия будет провальная. Последует за этим рестарт. Я, к сожалению, забыл, когда здесь прицеливаться. Он просто не прицеливается. Так, это у нас ручная атака на кнопку. Но как-то... Должен прицеливаться, но не прицеливается. Ладно, погнали. Сочи! Я иду к тебе! Хотя Олимпиада уже закрыта. Но я все равно поднимусь наверх и завоюю свою медаль. Красота. По крайней мере, с таким уровнем детализации и с такой дальностью обзора, наверное, практически ни одна. Игра не может похвастаться. Даже Арма, она не поддерживает детализацию. Она может, конечно, на 10 километров прорисовывать все, но уже через 200 метров детализация практически нулевой становится. Так как же здесь все-таки прицеливаться-то, а? Вы мне скажите. Можно их, конечно, обойти по-хитрому. Если мы не хотим тратиться. И хотим сделать красиво, например, да? Иди-ка сюда! Вот так. Другое дело. Стреляй ты, дурень! Стоит, не стреляет. Здорово! Тебе тоже. Привет! Господин хороший. Во имя демократии, как обычно, сражаемся. Так. У нас взрывчатка. На правую кнопку мыши ее можно кидать. Точнее, это обычные гранаты. А здесь у нас что? Да, тайник с деньгами. Отлично. Ну, мы можем деньги тратить на покупку вооружения, насколько я помню. Ну, точно на покупку транспорта из нашего КПК, который будет действовать потом. Да, сделать бы это еще нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно. Че-то я промахнулся малость. Даже за эти люльки цепляться, видимо, не придется. Так, господа. У меня тут вторжение с воздуха наклевывается. Я думаю, вы готовы. Я надеюсь. На интересную битву. Привет! Можно от тебя оттолкнуться? Чувака я использовал как рычаг натяжения. Крюк кошки. Привет еще раз. Так, что-то по мне начинает попадать. Лучше я приземлюсь. Нормально. Опс. Чуть не улетел в пропасть. У нас проблем со здоровьем, судя по всему. Привет! У меня есть граната, которую я решил кинуть себе по ноги, как обычно. гранатами я не дружу и точно минус не обижайся броситься он здесь еще один охранял шибы то что с автоматом не совсем честно те не кажется хотя как что-то решает все проблемы да куда мы торопимся детка нам еще власть в республике переворачивать как так говоришь как будто это наша финальная миссия удаляйся подлечимся хотя нам это не нужно это свой хотя я бы его сбил мне без разницы погнали нас даже внутрь не пригласят к сожалению так и полетим снаружи на следующую базу где нам по моему последнюю что карту памяти придется достать мы же только что оттуда насколько я помню разве нет оттуда и к ты нахер